Зерно Рабочая лошадка, простой как лом, и во всех смыслах универсальный биплан Ан-2, который помимо распыления пестицидов, использовался для грузопассажирских перевозок. Но в начале 1970-х годов советские чиновники решили, что пора бы Ан-2 отправить на пенсию, а вместо него построить что-нибудь этакое, оригинальное, да настолько, чтоб весь мир ахнул. И мир ахнул, увидев Мелец М-15. В начале 1971 года советское и польское правительства заключили соглашение о разработке и производстве разных авиаизделий, в том числе сельскохозяйственного самолета, легких вертолетов и гидропланов. Меньше года спустя началась сама разработка. Мелец М-15, разработанный советским конструктором Реамиром Адамовичем Измайловым, производившийся в Польше по заказу СССР. Он остается единственным реактивным сельскохозяйственным самолетом и единственным реактивным бипланом, не считая серьезно модифицированного Ан-2, который служил перед прототипом М-15 под названием Лала-1, от Пол. Латайцы Лабораториум. Для начала в производственный план решили поставить 3000 самолетов. Разработчики самолета пошли особым путем, чтобы добиться эффективного распыления химикатов. Химикаты, стекая сами по себе по трубкам из баков, рассеиваются плохо. В самолетах, опыляющих поляя, используются специальные распылители, берущие мощность от двигателя самолета либо через механические приводы, либо от бортового электрогенератора. И механическая трансмиссия, и электродвигатель увеличивают вес и имеют механические потери мощности. Конструкторы М-15 решили использовать для распыления, отбираемый из двигателя сжатый воздух, таким образом избавившись от лишнего веса. Однако сельскохозяйственные самолеты работают на низких скоростях, рабочая скорость М-15 – 180 км в час, на которых турбореактивный двигатель малоэффективен, и сам двигатель Ай-25, производство запорожского предприятия «Мотор Сич», отличается повышенным потреблением топлива. Для снижения рабочей и взлетной скоростей, а также скорости сваливания, М-15 сделали бипланом. Баки вынесли на крылья не для красоты, а ради снижения скручивающего момента у корней крыльев. При этом хвост пришлось построить непропорционально большим и расположить его максимально высоко, чтобы компенсировать момент инерции и вынести из-за вихренного потока воздуха, остающегося за фюзеляжем и баками. Самолетом управлял один пилот. Крохотный фюзеляж вмещал либо три тонны пестицидов, либо двух пассажиров. Польский летчик-испытатель Андрей Абламович во время премьеры М-15 на парижском авиасалоне в Лебурже в 1976 году за очень странный вид его и реактивного двигателя окрестил М-15 Бельфигором. Это архидеймон с соответствующим внешним видом, который частенько фигурировал в средневековых мистериях. Советский Союз почему-то возлагал большие надежды на М-15. К счастью, с начала производства в 1976 году до снятия с конвейера в 1981 году успели построить всего 172 машины. Проблем у М-15 было предостаточно. Его максимальная дальность полета составляла всего 400 километров, что вдвое меньше, чем у Ан-2. Он был гораздо дороже в производстве и обслуживании, ремонтировать турбореактивный двигатель было труднее, чем турбовинтовой агрегат предшественника, особенно на удаленных взлетно-посадочных полосах. Пилотов нужно было переучивать. Все это затягивало и сильно увеличивало стоимость перехода на М-15. Ан-2 обеспечивал достаточное грузовое и пассажирское пространство, чтобы самолет мог выполнять самые разные функции. В нем помещались 12 пассажиров с поклажей. Польский М-15 был классифицирован исключительно как узкоспециализированный самолет для распыления удобрений, никакой универсальности. Наконец, М-15 также был на редкость уродливым. В нем нет ни одной привлекательной детали, что является настоящим достижением, поскольку большинство самолетов обычно обладают по крайней мере некоторыми достоинствами. Неудивительно, что Бельфигор получил прозвище в честь библейского демона жадности. ВС-камелец М-15 оказался большим разочарованием. 155 из 172 построенных самолетов были поставлены в СССР и использовались в 1976-1983 годах, после чего их вывели из эксплуатации и порезали на металлолом. В России сохранилось всего два экземпляра М-15 в очень неприглядном состоянии. Один находится в Головном отраслевом музее истории гражданской авиации в Ульяновске, другой стоит в Центральном музее военно-воздушных сил РФ в Подмосковном Монино. Польский же экземпляр не стыдно показать посетителям Национального музея сельского хозяйства и агропищевой промышленности в Шриняве. На этом все. Для продвижения этого видео поставьте лайк, нажмите на палец вверх, а в случае если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые обзоры. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть. Редактор субтитров А.Семкин